В эфире телеканала Первый Карагандинские новости. В студии работает Мирамгуль Салкимбаева. Здравствуйте. Коротко о главном. Из-за отсутствия освещения на пешеходном переходе по улице Татимбета участились несчастные случаи. В Караганде стартовал осенний призыв в армию. Начались съемки нового исторического фильма «Казах Еля». Жители улицы Татимбета возмущены. Каждый день, переходя дорогу, пешеходы как будто участвуют в борьбе за собственную жизнь. Виной этому пешеходный переход, который лишился освещения еще в прошлом году. Казалось бы, небольшой участок дороги покалечил и ввел в страх массу людей. С проблемой пешеходов разбиралась Диана Рамазанова. Этот участок дороги наводит на пешеходов страх. Каждый день, возвращаясь домой, местные жители боятся переходить дорогу. Из-за отсутствия освещения создается аварийная ситуация. После многочисленных обращений в инстанции результатов нет. Все проблемы начались с прошлого года. На высокой скорости КАМАЗ протаранил столб, который освещал пешеходный переход. Фонарь убрали, но заменить его на новый не посчитали нужным. Как только наступает вечер, перейти дорогу практически невозможно. Но ужас постиг местных жильцов, когда пешеходы один за одним стали попадать под колеса машин. Были и случаи летального исхода. А буквально вчера девушку, которую сбила машина, госпитализировали из-за полученных травм. Только на моих глазах сбили троих. Был, по-моему, один летальный исход, но это сбили на глазах моей мамы. И потому что, когда приехала скорая, просто закрыли полотенцем. Ну, они не забирали, не госпитализировали, ничего такого не было. Они закрыли полотенцем, и все. Потом кто-то приехал и забрал. Ну вот. Поэтому это уже не первичный случай. Водители свою вину не признают. Говорят, мол, даже вблизи знак пешеходного перехода трудно разглядеть. Судя по картине, складывающейся на этом участке, некоторые водители воспринимают дорогу как гоночную трассу. Когда я еду домой, этот пешеход вообще не подсвечивается. Иногда люди идут, даже не видно человека, который выходит с остановки. И то есть тут людей сбивает постоянно. Только за этот год по области насчитывается около 30 погибших. 225 получили тяжелые травмы при переходе дороги. И это только по вине водителей. Жители района неоднократно обращались к соответствующей инстанции. Но на их просьбу не было принято никаких мер. По городу Караганды было сбито 93 опор освещения. В том числе опора, находящаяся по улице Татимбета, над пешеходным переходом. На сегодняшний день из них уже заменено и установлено 75 опор освещения. И я вам говорю, что вот в течение двух недель, в крае две недели, мы устанавливаем над пешеходным переходом опор освещения, чтобы именно освещало пешеходный переход. Теперь отчаянные люди надеются, что власти не оставят просьбу на полки неисполненных дел. А пока им остается переходить дорогу, опасаясь за свою жизнь. В Караганде стартовал осенний призыв в армию. 45 молодых и отважных граждан нашей области отправились в воинскую часть 30212. Отдавать долг родине ребята будут в поселке Гвардейский, близ города Утар. Подробнее расскажет Лариса Хусаинова. В торжественной обстановке призывников проводили руководство области и города, управление по вопросам молодежной политики, ветераны Великой Отечественной войны и другие жители города. Аким области и ветераны возложили цветы в знак уважения к погибшим в Великой Отечественной войне. С напутственным словом перед новобранцами выступил глава региона Нурмухамбет Абдибеков. Дорогие призывники, будьте честными и мужественными, добросовестно овладевайте военной наукой. Я убежден, что вы не уроните честь нашей страны, не подведете доверия ваших матерей и отцов. Пусть время, проведенное в армии, запомнится вам крепкой солдатской дружбой, даст жизненный опыт и закалку. Призывники команды отобраны из 17 городов и районов области. Осенний призыв солдат на срочную воинскую службу начался с 1 октября. Всего из Карагандинской области планируется призвать более 900 человек. В целом за осеннюю кампанию 2015 планируется призвать 954 призывника. По состоянию на сегодняшний день, 5 ноября, отправлено уже 271 призывник для прохождения срочной воинской службы. Торжественное мероприятие сопровождалось показательными выступлениями бойцов главного разведывательного управления. В завершении состоялся праздничный марш. Перед тем, как призывники отправились отдавать долг родине, управление по вопросам молодежной политики проводили встречи и информационные работы. Патриотизм, служение родине – это важная составляющая успешного развития государства, в свою очередь формирование и поднятие нового казахстанского патриотизма среди молодежи. Поднятие имиджа армии истории Казахстана является одним из приоритетных направлений работы управления по вопросам молодежной политики Карагандинской области. Под звуки оркестра будущую элиту казахстанской армии проводили к месту службы. Впереди у ребят год работы над собой, чтобы стать настоящим мужчиной. Лариса Хусейнова, Жаслан Маклубеков, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Первый заместитель Акима области Аслубек Дюсебаев посетил ряд объектов в поселке Актугай. Там чиновник ознакомился с ходом ремонтных работ Дома знаний, расположенного в районном центре села. Крыша этого объекта была отремонтирована в прошлом году. Кроме того, заменили окна, двери, системы электроснабжения. На сегодняшний день 16 кабинетов помещений занимает районное отделообразование и 14 комнат школы искусств. После окончания ремонтных работ, кстати, которые завершатся уже скоро, третий этаж здания выделят детской и районной библиотекам. Остальные этажи предназначены для служебного пользования работников бюджетных организаций. Старую фотографию, потому что вида нет. Как чтобы показать? Между тем, первым объектом посещения Аслубека Дюсебаева стала районная центральная больница. Здание было построено еще в 1982 году и сегодня требует реконструкции. Здесь работает одна консультативно-диагностическая клиника, 7 амбулаторий и два фельдшерских пункта. Функционируют кабинеты ЭКГ, флюорографии, рентген, физиокабинет. К слову, в медицинском учреждении трудятся 21 человек. Кроме того, первый заместитель Акима области побывал на месте проведения ЭНТ Актагайского района. Такой пункт открыт впервые. За счет местного бюджета для центра были приобретены компьютеры, сканер, принтер и камеры для видеонаблюдения. По завершению посещения объектов первый заместитель Акима области Аслубек Дюсебаев проконтролировал качество проведенных работ по строительству новых домов взамен разрушенных от весенних паводков в селе Карасу Карабулакского сельского округа. Детально были рассмотрены проблемные вопросы, по решению которых дан ряд конкретных поручений. Гульза Ацахов, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Тогда ваш выбор – серебро. У нас уютно и комфортно. Кафе-ресторан «Серебро» предоставляет три просторных VIP-зала, оснащенные бильярдом и караоке. У нас вкусная еда – таджикской и европейской кухни. При этом цены приемлемы для каждого. Бизнес-ланч шашлыки от 600 тенге. В пятницу, субботу, воскресенье работает диджей. Приходи, потанцуем. Впереди Новый год. Корпоративные вечера. Кафе-ресторан «Серебро» будет рад видеть вас по адресу Нуркен Абдирова, 12. Пострадавшие от весенних паводков, жители Актугайского района довольны построенными домами. Вот уже два месяца сельчане из поселка Корсу живут в новостройках. Качество зданий и мобильность строительных работ радует глаз и заставляет поверить в заботу государства, отмечают новоселы. Как они обживаются, узнавали наши корреспонденты. Весенний паводок в селе Корсу причинил немало горя сельчанам. За считанные минуты многие из них лишились крова. Однако люди верили, что их не оставят в беде. И вот, пару месяцев назад их надежды оправдались. Всем пострадавшим построили новые дома. Аскар Науат – один из счастливчиков. Новое жилье гораздо лучше старого. Нам построили даже баню. При этом не забыли строители и о новых технологиях. В доме предусмотрено получение электричества от солнечных батарей. Еще одна пострадавшая при весеннем паводке, Тамара Толегенова, вспоминает эти дни как страшный сон. Благодарит, что тогда ей помогли все сельчане. Сейчас женщина живет в новом доме. Очень довольна. Мы счастливы. Дом нам очень нравится. Спасибо Аким области и местным властям за поддержку, оказанную в трудную минуту. В селе Корсу от весеннего наводнения пострадало 43 дома. 26 из них отстроили заново, а 17 семьям оказали денежную помощь. Все дома были построены по современному проекту. Сдача домов была с опережением графика. Но, несмотря на это, новостройки очень качественные. На восстановление подтопленных сел в Актугайском районе было выделено 208 миллионов тенге. Помощь жителям была оказана своевременно. Аймамлина Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Комитет развития языков ищет новый способ обучения иноязычных граждан государственному языку. С их слов, в Карагандинском регионе особенно остро чувствуются проблемы незнания людей казахского языка. Касается это как чиновников, так и обычных граждан. Причину проблемы пытаются анализировать изнутри. Для этого собрали специальную группу, которая уже провела более 30 встреч с населением на местах. Инициативная группа, в составе которой известные деятели страны и пропагандисты государственного языка, выехали по регионам. Несколько дней назад они посетили и Карагандинскую область. Встретившись с журналистами, рассказали о плачевной картине изучаемости казахского языка. С их слов, причина этому слабая идеологическая работа в организациях и нежелание граждан обучаться. В нашей стране слишком толерантная политика в отношении госязыка. Люди знают об этом и пользуются. Я считаю, что нам нужно ужесточить законодательные акты. Собравшиеся затронули и проблему аномастики. Со слов докладчиков, улицы и крупные объекты в стране должны называться казахскими именами. Также они поделились печальной статистикой. Чиновники, которые должны подавать пример своим подчиненным, зачастую сами не владеют государственным языком. Я считаю, что, когда уже люди знают государственный язык, многие проблемы, которые могут быть, но все международные проблемы, политические проблемы, само собой уходит. Ну, скажем, если знаешь казахский язык, если знаешь казахскую литературу, историю, это уже поможет, когда переименование улиц. Инициативная группа привела в пример выступление Нурсултана Назарбаева на государственном языке перед ООН. Также они перечислили всех зарубежных дипломатов, которые изучают казахский язык. С их слов эти люди достойны, чтобы брать с них пример. Начались съемки нового исторического фильма «Казах Еле», посвященный 550-летию казахского ханства. Ожидается, что съемки фильма, которые начались в сентябре текущего года, продлятся еще два месяца. Пример у 10-серийного фильма представят казахстанским зрителям уже в начале следующего года. Главную роль в историческом фильме сыграет Кайрат Кемалов. В сериале «Карагандинец» будет воплощать образ первого казахского хана Кирея. Актер уже играл в значительных ролях и успел показать свою профессиональность. Съемки фильма продолжатся еще два месяца, и картина выйдет на экраны уже в начале нового 2016 года. Авторами сценария являются Смогул Ерюбай и режиссер-постановщик Рустем Абдираш. В съемках этого фильма участвовали более 50 актеров и каскадеров. Данному проекту было выделено 4,5 миллиона долларов, и в массовке были задействованы более 500 человек. По словам редактора фильма «Казах» Еля Ерлана Тулиутая, фильм должен оправдать все ожидания и стать эталоном этнической культуры великого казахского народа. Гульза Ацахова, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Статуэтка «Жилдос» нашла своего победителя. Обладателем Гран-при в одноименном конкурсе стал парень из Алматы Шарап Турганали. Первого места удостоился астанчанин Ахмед Султан, почетные второе и третье места завоевали карагандинцы. Награждение и подведение итогов прошло бурно. На церемонии побывала и наша съемочная группа. Конкурс «Жилдос-2015» длился три дня. В этом году он был юбилейный. Из более 20 конкурсантов жюри выбрали лишь самых талантливых. Шарап Турганали – студент Алматинской академии искусств. Парень исполнил песни на украинском и эстонском языках. Покорив сердца жюри, выиграл Гран-при и получил сертификат на 250 тысяч тенге. У меня были достойные соперники. Я рад, что познакомился с ними. Участвую в таких конкурсах постоянно, однако сегодняшняя победа стала для меня неожиданной. Спасибо Караганде и организаторам конкурса. Организаторы конкурса Акимат области и Ассамблея народа Казахстана проводят его, чтобы найти новые таланты. И кажется, им это удалось. Член жюри Алуа Кунарова осталась довольной всеми конкурсантами. Известный продюсер особо отметила вокалистов из шахтерской столицы. Здесь особый народ вообще в Караганде, с особым музыкальным вкусом. Поэтому из всех карагандинцев, которые были представлены на этом конкурсе, я не знаю, мы так уже очень долго у нас был спор с жюри, ну отдали бы на все места, но это было бы не очень правильно, потому что конкурсы республиканские, и это было бы несправедливо. Несмотря на решение жюри, никто из участников не остался без внимания. Все получили дипломы и памятные призы. Аймамлина Исламбекоспан, Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Мир моды и красоты вновь открывает свои двери. Красавицы Караганды попытают свое счастье получить заветную корону. Конкурс состоится 15 ноября. Бороться за титул самой красивой будут 22 девушки. Но перед торжеством организаторы решили провести пресс-конференцию и рассказать, что происходит за кулисами подиума. Чтобы стать обладательницей титула «Мисс Казахстан», девушки сначала проходили отборочные туры в своих городах. Так, например, конкурс «Мисс Караганда» в этом году собрал девушек совсем разной возрастной категории. Мероприятие имеет областной масштаб и воспитывает чувство вкуса и эстетики. Для меня девочки на данный момент все одинаковые. В том плане, что они действительно стараются. Они вот, если взять внешние качества, внешние данные, они все идеально сложены, они все красивые. Если внутренние качества, мы, конечно, где-то психологически готовим, потому что над ними работают сейчас очень много преподавателей, занимаются продвижением, значит, именно на профессиональный подиум. Поэтому для меня сейчас одинаково. Всего заявок было более ста. А вот на кастинг допустили 69 девушек, подходившие по внешним параметрам конкурса. После первого кастинга остались 30 лучших. И только по завершению последнего кастинга было отобрано 22 конкурсантки. Как уверяют организаторы, что вовсе не все участницы профессионалы подиума. И есть 8 дебютанток. Девушки, впервые вставшие на каблуки и узнавшие, как проводят свои будни главные красавицы страны, сейчас приходится преодолевать некоторые трудности. Девочки впервые столкнулись с реографией, впервые столкнулись с дефиле. Немножко это было первые два дня, наверное, тяжело, но девочки все способны, трудолюбивые, и они быстро втянулись в работу. Во время репетиции все девочки одинаковые, и мы никого не выделяем и никого не принижаем. То есть ко всем мы относимся одинаково. На пресс-конференции присутствовала вся команда, которая занимается подготовкой девушек к конкурсу. Гости могли узнать все тонкости и сложности работы. Поддержать конкурсанток пришла и обладательница титула «Мисс Караганда-2014». Ну и девочкам, знаете, я не скажу, что это прям, ну, то, что будет так трудно все. Главное, чтобы в себя верили. Вот. И я считаю, что для них это уже победа, то, что они уже являются конкурсантками этого конкурса. И я думаю, что они уже в финале. А так желаю всем удачи. А финалистки – корону. На данный момент с девушками работают лучшие мастера Караганды. Несмотря на плотный график, девушки занимаются благотворительностью. Посещают детские дома, дарят детям подарки и яркие концерты. Участницы конкурса очень волнуются. И каждая из них все же надеется, что станет той самой «Мисс Караганда-2015». А сердце Замбаева Жасулама Кулбеков, Александр Терекидзе, Первый Карагандинский. Тем временем маленькие карагандинцы попрощались с осенью. Воспитанники детского сада «Гаухар» исполнили песни и танцы, посвятили стихи последним желтым листочком. За праздником прощания наблюдал наш корреспондент Аймамрина. В детском саде «Гаухар» сегодня настоящий сказочный бал. Мальчики в белых рубашках и девочки в нарядных платьях веселят и веселятся. Песни, танцы, стихи и даже постановки – они сегодня звезды. Без стеснения и заминок, с веселым азартом проводили «Царицу осень». Прощались ребята на трех языках. Со слов организаторов, подготовка к празднику длилась две недели. Воспитатели и дети потрудились на славу. Яркие костюмы радуют глаз. Педагоги благодарят родителей за сотрудничество. Работа воспитателя, она очень нелегкая, но это все не без помощи родителей. Костюмы тоже помогают готовить родителей. И, кстати, очень большое спасибо родителям, которые принимают активное участие в проведении этих утренников. Творчество детей и старания воспитателей оценили и родители. Радостные лица светились гордостью за своих малышей. Они старались все заснять на камеру. Хочу пожелать преподавательскому составу успехов. Большое спасибо за наших деток. Отдельное большое спасибо хочу сказать директору этого садика. Бал закончился трогательным прощанием с осенью. Малыши пообещали удивить нас на зимних утренниках. А имам Ренажа Сулама Кулбеков Александр Цирикидзе Первый Карагандинский. Шахматный турнир между Ардагер 2012 и учениками школ состоялся в Караганде. В ходе упорной борьбы ветераны старались пропагандировать интеллектуальный вид спорта. Товарищеский матч по шахматам прошел в гимназии номер 3. Кто одержал бесспорную победу, расскажет наш корреспондент. Областной общественный фонд Ардагер 2012 существует уже три года. Шахматы – полезный вид спорта. Они развивают мышление. В этом турнире участвовало шесть команд. Как замечают ветераны шахматного спорта, ученики играют достаточно хорошо. Мы часто ездим в города, районы и поселки. Так мы проводим шахматы и турниры с местными жителями. Но мы не только соревнуемся, но и обучаем этому виду спорта. Такова цель нашего общественного фонда Ардагер 2012. Илья Пополитов учится в гимназии номер 3. Шахматами занимается с пяти лет. Этот вид спорта ему очень нравится. Он горд, что шахматные баталии развернулись в стенах его родной школы. Я хожу на шахматы с пяти лет. Они мне очень нравятся. Они хорошо развивают ум. Я очень рада, что в нашей школе есть кружок шахматы. И то, что нас проводят соревнования. В гимназии номер 3 учатся более тысячи детей. В учебном заведении есть 33 кружка. 18 из них направлены на развитие спорта. Помимо шахматного турнира в гимназии проходили состязания по национальному виду спорта Тугас Кумалак. Лариса Хусейнова, Ужас Габасов, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Это была последняя новость на сегодня. Если у вас есть полезная информация, звоните к нам в редакцию по номеру 420649. Я с вами прощаюсь. Аман Сауголингсдар. Редактор субтитров А.Семкин